Но я думаю, что мы сегодня будем благодарны Господу за то, что Господь позволил нам быть на этом месте, чтобы предстать перед лицом Господня. И когда мы собираемся в такие обыкновенные дни, в которые мы привыкли собираться, это одно. Но когда мы ради того, чтобы послушать Слово Господне, чтобы еще раз помолиться, жертвуя чем-то своим, оно приобретается в очень другой оценок и имеет большую глубину, и имеет, так сказать, вес больше. Потому что я думаю, что сегодня каждый из вас, он нашел бы чем заняться дома, потому что сегодня суббота. И, как правило, мы не можем вот такие дни, когда мы заняты работой, когда сегодня отработал, и как мы сегодня шутим, говорит, ложимся в эту музыку, чтобы скорее нужно пришло до 5 на работу. Потому что у нас это занято тем работа, работа, сегодня что-то сделали, планируем на завтра, но уже когда суббот, уже можно планировать что-то для себя. И вот, получается, надо сделать выбор. Или сделать то, что для себя в самом деле надо. Никто за нас делать не будет. И мы не попросим соседа сделать то, что нам надо делать. И никто не будет спрашивать, у тебя есть время, нету на то время. Это твое. Ты выбирай время, находи его и делай. Но я думаю, когда мы в определенные моменты нашей жизни делаем выбор правильный в сторону, чтобы получить благословение Господне, тогда благословением Божиим, все то, что надо было сделать, провести очень много. Оно как-то делается гораздо легче. Проще делается. И не устаешь, потому что, ну, сумел пожертвовать для Господа. И, конечно, для меня тоже это благословение, когда церковь собирается не в свое время, а когда для меня удобно. Ну, как удобно? Удобно, это, наверное, не то слово. Я просто не могу вообще церковь посетить, эти сто пятьдесят две, да и что, грубо, много, мучить дни, которые есть. Я просто-напросто физически не могу. Это сто пятьдесят две церкви. Много ли то или мало? Ну, как мы рассуждать будем, много или мало? Ну, чтобы приехать, если в одну, то сто пятьдесят два дня надо. Это полугода. А каждый день не поедешь, это раз. У меня еще приемный день есть, вторник, когда я не могу вообще никуда отлучиться. Потом есть страна, когда разбор, слово, и я сам не понимал, насколько он важен, этот разбор. Но когда попали эти кощеты в Америку, они в Германии есть, они есть в Англии, они есть в Тирляндии. Многие звонят, просто не знают меня благодаря. Мы благодарим Богу, что не попались, наша жизнь изменилась. Я понял, что вот то, что я читал, просто удовольствием для себя. Я так и считал, потому что меня заставляет радость говорить о чем-то. Я, допустим, и не думаю, что это важно кому-то так настолько. Но это казалось так. И здесь я уже стараюсь не пропустить среду, опять дома остаюсь. Но уже все остальные дни приходится так распланировать. Для людей суббота, воскресенье, это отдых. А у меня начинаются рабочие дни более интенсивные, чем когда. Потому что люди дома, и я могу... Это уназначенные дни. И потом я очень доволен, когда церковь отзывается. Ну, и чтобы я мог посидеть. Вы знаете, что я, так сказать, получаю зарплату. И я не могу даже с этой стороны вот просто так получать и ни за что. Я хочу получать зарплату, а не зарплату. Вы знаете, есть зарплата. Когда люди отсидели, отдежурили и это получили. Но, наверное, уже прошли те времена Советского Союза, когда так было. Давали деньги за то, что ты посидел на работе. Ну, а в нашем, как в христианстве, это вообще неприемлемо. Я вообще не понимаю, как это можно служить Богу, обещать Ему. А после вот так вот ни шатку, ни валку. А такое же бывает. Я бы не хотел, чтобы у вас так было ни у кого. Я когда был ответственным или по Белоруссии за духовную работу, когда вернулся из Москвы, это были некоторые времена, я однажды решил посетить одну церковь. Значит, очень хорошо приехать тогда, когда не знают. Потому что когда предупредишь, что будешь, тогда ты вишину собираетесь, оставит, и соминок кругом найдешь. Что-то было полно. Ну, я бы не сильно говорю. А вот когда приехал, не знаю, что. Вот тогда видишь то, что есть на самом деле. Я вот я приезжаю в среду вечером, смотрю, чей-то тренин пастыр. Я спрашиваю, а что вы в среду собрание отменили? У меня, говорю, по списку моему, у вас должен быть. Не, говорит, не отменили. А что такое, что никого нету? Ну, не приходят. А вы им говорили, что вы не приходили. А зачем? Они же сами знают, что надо быть. Да вот, что мне дома работы нету. Я и сам поищу, что никого нету. Я иду, да дома работать буду. Он думает, какое лукавство. Отменить не могу. А я сказал, ну, тогда отмените. Если не можете, ну, то кто заставляет, чтобы это было? Ну, если не можете, тогда отмените, чтобы оно не было. Пусть люди отдыхают. Так он хорошо понимал, что отменить как пастыр. Ну, как это? Одно собрание в неделю будет. Да он сделал луки, приходит, никому ничего не говорит. Посидел, никого нету. Со спокойной душой и пошел. А что их же не было? А ты говоришь, не говорю, что это надо, они и так знают. Говорю, у меня тоже работы много дома. Я, думаю, хоть что-нибудь сделаю. Пусть Господь сегодня была славит нас, понимая, то мы делаем все по Божию. Что тут так нельзя? Перед Господом все-то видно. Я могу, допустим, слукавить, как палитчик. Могу что-то так подстроить, что вы не подкопаетесь? А Бог то видит. А Он то знает, что на самом деле есть. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. Я очень часто, в последнее время, вот это будет не та тема, о которой я хочу говорить. Я-то просто как бы вступление некоторые вопросы хочу затронуть. Потому что обычно говорят, когда нет такого-то успеха определенного, когда люди мало, Катька, да хоть и говорят, ну, а чего же, мы же старые, нас мало, наша такая деревня какая. Ну, поэтому нет, я говорю, не в этом дело. Дело-то не в этом. Дело-то по какой-то причине Дух Святой не действует. И тогда вы соберите много, а что то? Кто пойдет? Кто будет совершать работу? Я вообще, я вам сегодня скажу одну такую вещь. Она для вас не будет новой. Мы очень часто думаем о себе. Но мы не думаем, что мы полностью отвечаем за спасение людей той деревни, в которой мы живем. Вы понимаете, что я сказал? Вот за Косово отвечаете вы, которые здесь живете. Не я, и не Стайки, и не Ивацевичи. Как Бог может ими воспользоваться? Ну, кто-то приедет, кто-то инвульгации делает. А основной, то нагрузка ложится на тех, кто живет здесь, кто сметит. Кто здесь ходит каждый день по этим улицам, люди видят. Ну, что я сегодня посвечу к вам? Я приехал к вам на полтора, два часа и уехал. И люди даже не знают вообще, что ли я был. И мне интересно вообще, кто здесь был, кто здесь. А за вами-то наблюдают? И Писание говорит так, что церковь, это светильник. А светильник ставится где? На подсвечнике. И ваш подсвечник Косово. Косово. Ни Ивацевича, ни стайки. С этой точки зрения, вы там не нужны совершенно. Ни в Ивацевичах, ни в стайках. Вы совершенно не нужны там. Но я не говорю, чтобы вы туда не ездили. Вы же поймите меня правильно. Вы там можете поехать, служение, загореться там, напитаться. Но ваш светильник здесь должен гореть. Вы отвечаете за Косово. Славенькие вы или вы сильные. Вы молодые или вы пожилые. Дети вы или уже юноши. Какая разница? Но все знают, что вы сюда ходите. И отвечаете полностью за спасение жителей этой деревни. Я опять-таки немножко затрону одну из чем. Ну, только вскользь. Чтобы вы сегодня понимали. Мы об этом часто забываем. Мы молимся, Господи, вышли, делатели на жатву свою. Так правда написано. Написано так. Вышли, делатели на жатву свою. Жатвы много, а делателей мало. Молите, Господи, на жатвы. И Бог может на время кого-то послать, чтобы загорелись. А гореть придется вам самим. За меня и за вас никто гореть не сможет. Вы со мной согласны? Зажить, да? А гореть надо самому. И гореть для того, чтобы люди видели. И Павел, когда говорил в первом послании Карифана в первой главе, он одну интересную вещь сказал. Говорит, посмотрите, кто вы призванные. Помните это место? Немало из вас, немного из вас мудрых, разумных, сильных, благородных. Павел так прямо и сказал. Вы не особо отличающие от других людей. Но Бог для чего вас избрал? Чтобы подстрадить кого? Мудрых. Чтобы подстыдить кого? Сильных. Чтобы уничижить тех, которые называют себя благородными, а сами Бога не знают. Вот Он избрал для этого. И напомнил, вам же Христос дан. Не какие-то чудеса опутные. Не мудрость этого мира, что люди возвышаются один над другим. Я вам этого не проповедую. Люди этого мира ищут. Иудеи чудес, елены мудрости. Мы же понимаем, что образование, чтобы там исследовать что-то. А вам это не проповедуем. Вам проповедуем Христа распятого. И если вы слабые, но со Христом, то вы и чудеса будете делать, и знамения, и разума хватит. ответить. Очень просто и легко. Я бы хотел, чтобы сегодняшний день Господь благословил вас. Благословил меня еще раз. Это вот такая вот тревога. Вот меня очень расставит непонимание. А что мы? Вот пусть Бог кого-то пришлет. Ну Бога для косого других людей нет. есть вы. Вот такие, как и вы есть, у него для косого вы есть. И он прекрасно будет пользоваться вами. За что благодарение Богу? Слава Живания. Мне будет читать одно местописание, и оно тоже что-то нам скажет, научит нашему-то. Вы знаете, когда мы приходим перед лицом Господнем, и когда Господь что-то нам через Слово говорит, то цель у Господа одна, чтобы мы проверили свою жизнь и сравнили с тем, которое предлагается Слово Живее. И сказали, ну Господи, вот мы сравнили сегодня и увидели, что вот тут вот у нас было не то. И сегодня один из важных моментов. Не то увидит, что хорошо, что хорошо, то хорошо, а увидит то, что плохо. Я не говорю, что мы должны акцентировать все свое внимание на том, что плохо. Вот есть такие люди, которые они видят только то, что плохо. Вот будет 80% хорошего, они этого ничего не увидят, они видят 20, которые плохо, и на самом деле плохо. И ждат всегда там, где плохо. Это не совсем правильное поведение. Но когда я смотрю на себя, я уже не пытаюсь рассматривать, что во мне хорошо, Господи, а что во мне плохо. Может быть, я не вижу этого? И когда Господь надо нам открывать это, мы не всегда бываем довольны. Опять, это не та тема, у меня будет другая тема сегодня. Но я одна из тем, и фрагмент пришел юноша и спрашивал Иисуса, Господи, что мне дело доброго? Чего мне еще не хватает, чтобы наследовать жизнь свежая, царство небесное? Господь говорит ему, ну ты знаешь, заповеди соблюдай. Спрашивает, какие? Вы знаете, почему такой вопрос задал? Он исвидовал себя больше внимательно и не находил. Иисус говорит ему, ну, пришла отца ебать, не пролюбодействовать, но ты же знаешь, что ты говоришь, Господи, это уже я сохранил от юности моей. А вот что мне еще не хватает? Вопрос был задан, не стоит тебе, чтобы похвастаться перед Христом, вот посмотри, увидишь, у меня ничего нету. Он в самом деле хотел знать, потому что полюбил его. Бог не рассказывает с той целью, чтобы похвастаться. У меня то хорошо, у меня то хорошо, у меня то хорошо. Он не любит таких людей. Но эту юношу он полюбил. И когда посмотрел его счет, он говорит, ну, если ты уже так хочешь, если ты добиваешься, чтобы быть совершенным, то правда, у тебя все это хорошо. Но у тебя есть то, что ты не замечаешь. У тебе есть надежда на твое богатство. Это после Господь сказал об этом. Он ему не сказал открытым текстом, но сказал, у тебя большое имение есть. Вот хочешь быть совершенным, я тебе скажу, что тебя мучает, и ты не можешь забраться, что? У тебе есть большое имение. поэти продай его, деньги раздай нижшим, и приходишь веду за мной, и будешь иметь Царство Небесное. Как вы думаете, вы помните, что сказал, благодарю тебя Господь, что ты мне открыл глаза на то, что я не видел, не понимал, а он так не сказал. Хотя просил Господи, покажи мне, что мне не хватает, и усиленно просил, покажи, а когда Господь показал, налились слезами глаза от угорчения, повернулся и ушел, потому что у него было большое имение, он был привязан к нему, и было дело не в том, что он его имел, а было дело в том, что оно было дороже всего остального, и даже Царства Небесного, вот рассуждали на эту тему, царство Небесного вечной жизни, вопрос не стоял каких-то временных благ, вопрос стоял ребром, конечно, хочу быть Царством Небесным, и вот все у меня хорошо, а еще скажи, чего не хватает, и как только Иисус указал ему, на то, что он не видел и не ожидал, он же не ожидал этого, что, что, а то, что Господь ему скажет, продай имение, больного места коснется, он никак не ожидал, и когда это услышал, он был не в силах принять это, для того, чтобы исполнить, он повернулся и отошел с печалью. Я думаю, когда мы сегодня будем слушать Слово Господне, и если даже что-то нас заденет, я не думаю, что мы повернемся и отойдем с печалью. Мы хотим знать, что мешает нам жить полноценной жизнью Бога. Есть люди, которые я называю явление состояния так, от земли оторвался, а небо не достал. Они вот там где-то болтаются посредине, они и не там, и не там. Где их искать? На земле нету, на небе тоже нету. Где? Вот межреследние, они не имеют того благословения, которое хотели бы иметь. А я думаю, что наша цель сегодня, и у Бога есть такие планы, чтобы мы служили Господу и служили радостно, служили с удовольствием, потому что Писание говорит, доброход мы даем, что любит Бог, правда? Это тоже своя тема довольно-таки серьезная. Это вопрос проверки сердца, как ты, а как у тебя? И потом я хотел бы, чтобы сегодня то, что я прочитаю, чтобы когда мы будем слушать и как на рентгене проверять свою жизнь, мне очень хочется, когда мы будем молиться, чтобы мы перед Господом назвали вещи своими именами. Я не говорю перед всеми, я не говорю, что это надо сегодня, может, кому-то где-то и надо что-то, а вот сегодня хотел господь. Вот я прослушал, услышал, а у меня то остается что-то. И вот это мне мешает радоваться, это вызывает смущение в моем служении и так далее, и так далее. Я читаю этот текст писания, на который я буду обращать внимание. Послание Галатов, первая глава, 11-19 стихи, ну довольно много стиху, обычно не читаем так много, но я почитаю весь концепт, а потом братью внимание на центр мысли, о которой я сегодня хочу говорить. Итак, Галатов, первая глава, 11-19 стихи. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но что откровение Иисуса Христа, вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудеизме, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудеизме более многих сверстников в роде моем, будучи неумерным равнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравши меня от утробы матери моей, и призвавши благодатью своею, благоварил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолом, а пошел в Аравию, и опять возвратил все в домах. Потом, спустя два-три три года ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостола я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. Ну, еще один текст почитаю. Галатом вторая глава, первой, второй стихи. Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Воронавою, взяв с собой Этито, ходил же под кровенью, и подложил там и особо знаменитейшим благоспование проповедуем мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Я обращаю внимание на один текст, который очень важен, и он записан в тринадцатом сетке, вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. Вот это явление, которое было в его жизни, Павел никогда не забывал. И на что я обращаю внимание? Это было не единичное явление, это был образ жизни. Вы понимаете, насколько это важно? Когда у нас что-то получается или не получается, и мы успе линии? У меня стоит вопрос, Господи, это что? Случайное явление? Или это образ моей жизни? Или это то, что повторяется раз за разом и никак не меняется? Вы наверное, помните псалом? О, как чудно сменен образ жизни моей. Лишь когда я Христа познал. образ жизни. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы проверили наш образ жизни. И когда Павел говорил о своей судьбе или говорил о Божьем предназначении, то вы знаете, за что он больше всего винил себя? Ну, как винил себя? Он, наверное, не винил. когда Господь оправдал Павла, у него уже не грызла совесть за то, что он делал что-то, но он всегда вспоминал, я недостоин называться апостолом Христовым. Вы знаете, почему он отвечал? Помните, что он говорил? Что я воровал или я убил кого-то или что он говорил? Я недостоин потому я гнал в церковь Божию. Почему что так было страшно? Почему апостол Павел стал самым сильным грехом в своей жизни? Гнал церковь Божию. А потому что любой грех, которым человек покается и осознает его, Бог может пройти. Но это только тогда, когда церковь скажет ему, что надо сделать, и что Бог прощает. человек, который в свое время закрывал уста, чтобы люди не говорили о Боге, который воевал с церковью, он перед Господом страшнейший грешник, чем убийца. Вы только поймите почему. Я не оправдываю этих грехов, не говорю, что ничего не значит. Нет, нет, за убийство расстреливают сегодня, особенно за преднамеренное. Но если человеку возвести истину Господню, что ты есть грешник, но у тебя есть шанс исправиться для вечности. Ты можешь покаяться, человек кается, Бог прощает его, и он уже не будет делать этого греха. А вот когда люди запрещали, когда делали все, чтобы не говорили, насмехались над верующими, чтобы их не слушали, вкладывали в их сердце противление к Богу, это является самым большим грехом. В этом вещи сегодня мы там обнаружили, что когда-то делали так, и может быть, наравне с другими грехами просили пришли, вы сегодня скажете, Господь, прости меня. Это было самое, самое, самое негодное, что я делал. Да, я не был убийцей, я не пьянствовал, я не делал то, другое, третье, но по моей вине многие люди не услышали вести о спасении, это я делал или я делал, прости меня. Я просто попутно над этим сказал. Это не основная тема, но сегодня я обращаю внимание образ жизни. В его действии был образ жизни. Павел интересный человек. По сути дела, образ жизни не изменился после покаяния. Он стал таким же ревностным защитником истины Божьей, но уже не той, которой он заблуждался, а другой. Есть люди, которые вообще изменили образ жизни. Если раньше пьянствовали, против Бога говорили, то теперь наоборот стали. А Павлу не надо было менять ничего. Ему просто нужно было напомнить этот образ жизни другим содержанием, другим направлением. и когда он узнал от Господа, что то, что он делает преступлением, он говорит, Господи, я же в неведении это делал, я же думал, что я Богу служу. Вы знаете, какое интересное его поведение было, образ жизни. Он сегодня несколько странный. Он говорит так, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей и благоволил открыть во мне Сына Свою, чтобы я благоденствовал язычникам. И я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И вот что? Сегодня, наверное, мы не всегда можем отображать, потому что мы не апостол Павел. Он даже не пошел к апостолам советоваться. Это была часть плоти и крови, ходящей по земле. Он пошел в Аралию, чтобы завязать контакт с Господом. Вот читайте внимательно. Не стал советоваться с плотью и кровью. И не пошел к апостолам, а пошел в Аралию просить прощения и молиться Богу. И говорит, я там получил Евангелие. И мне бы сегодня никто не упрыгнет, что тебя научили апостол Петр и так далее, и так далее, которые сами заблудились и тебя завели. Он говорит, я пошел получил из Дух Христа Евангелие, которое я благоденствовал. Я не через человеков научился и не человеков. А тут переводом он прошел, пошел к Петру поговорил. Ну, наверное, разговоры с Петром не нашлось разницы никакой. Потому что, если бы Петр узнал, что Павел что-то видит, то сразу поднял бы на ноги всех. Потом прошло 14 лет. и тогда он вынужден был, когда поднялись очень сильно, пойти к апостолам. Он говорит, но и знаменитейшие ничего не нашли во мне. Вы знаете, почему? У него был правильный образ мышления. Сегодня мы, наверное, не можем так мыслить, потому что, если все правильно, то хорошо. Но если так взять все не рассуждающее, то кто-то может пойти в разнос и никого слушать не будет. Никому не пойдет, не пойдет, ничего. А что, я пойду к Богу? И сегодня таких заблуждений много очень есть. Но с другой стороны, мы сегодня хорошо понимаем, насколько правильно апостол Павел понимал, как нужно держать связь с Богом. Явился Ему Христос, открылся Ему, понял, что не так, и говорит, не пошел никуда, не стал совместиться ни со своей плотью и кровью, ни с другими людьми, которые в плоти и крови. Он пошел, апостол пошел, проверился, оказалось, нормально все. И даже тот же самый Павел, он Петра обречал однажды, помните, ты же курсор лица не рыбил. Но если бы Петр обречал Павла, ну тот же со Христом был, он же с ним ходил, Павел не ходил, но у него было правильное мышление, правильное расположение к Богу. я не думаю, что если кто-то из нас ищет Господа искренне, Бог его попустит в соблуждение. Соблуждение, попадают люди тогда, когда ищут Господа, но хотят воспользоваться им для достижения своих собственных целей. Обязательно попадут. Божьи проблемы или маленькие, попадут обязательно, потому что за этой, кажется, чистой целью стоит что-то нечистое, что есть. И я часто говорю, ну сегодня, я допустим, сам в этом уверен, я прошел все это, говорят, нельзя много поститься, и маленький в искушение попадешь. Никогда не попадешь, если у тебя не будет нечистой целью. Ведь молиться и поститься тоже можно с нечистой целью. Господи, дай мне дари, дай мне силу, чтобы другие люди увидели, что я не такой, как все. И с одной стороны, вроде все правильно, хочу, чтобы дари были, хочу проповедовать не лишь бы как, а чтобы было доступно, а сзади там стоит незаметно гордость. И такие люди попадают в заблуждение. И дело не в том, что они перемолились или перепостились, а перегрешили. Вот они не увидели мотивов, которые были. Я бы очень хотел, когда мы что-то делаем, никто из нас не хочет делать дело так, чтобы оно не брешно, чтобы оно было спустя рукава. Все мы хотим, чтобы хорошо было. Правда? Потому что если мы делаем, лишь бы делать, тогда это неправильно. Но я бы всегда должен подставить вопрос, а для чего я так стараюсь проповедовать? А для чего я стараюсь так играть? А для чего я стараюсь так молиться? Для чего? Если все чисто, оно и будет чисто. Я очень хотел бы, чтобы этот образ мышления, он был в нашем сердце. И сегодня это возможно. Бог сегодня этого учит. Покуда? Не изменится образ мышления нашего. Не может измениться и наша жизнь. Я не раз говорил, сегодня еще раз повторю, если я мыслю неправильно, я не могу жить правильно. Такого не может быть. Потому что мои дела следуют за мышлями моими, за моим расположением. Как я могу мыслить неправильно, а жить правильно? Это обман. Какого не может быть. И вот почему Писание говорит, помните, когда приходил Иоанн Креститель, то цель его прихода, оно очень точно выражено Священным Писанием, чтобы возвратить сердца отцу детям и непокорыв им образ мышлений. Кого? Праведника. Без этого не может быть дальнейшего хода. И вот то, что сегодня и я говорю и делаю, и вы сегодня перепроповедовали, это была попытка изменить образ мышления чьего-то. Разум просветить. Показать то, что свет и что есть тьма. Показать именно как на рентгене, чтобы мы сами себя увидели. Вот у нас есть неправильное направление, постараться увидеть других. Но мы этого не можем сделать. Я сегодня проповедую, но я вас проверить не могу от наставания этого. Вы меня тоже не проверите. Вы не можете этого сделать. А вот себя можно, потому что я знаю, что я думаю. Я знаю, чего я хочу. не совсем понял, чего хочу, то если я углублю свои рассуждения, я обязательно найду, для чего я это делаю. С какой целью я совершаю то и другое третье. И когда я становлюсь продлицом Божьим на основании Слова Господня, я тогда могу, знаете, что первое делать? Покаяться. Потому что если я узнал, что я не так делал, я буду делать сотни раз твердое решение. С сегодняшнего дня я буду посыпать по-другому. Но если не попрошу прощения у Господа, не покаясь за то время, когда я делал неправильно, у меня не будет движения вперед. Я должен понять, что это было не так, попросить прощение у Господа, чтобы это все то, что было сзади, было уничтожено Голгофской жертвой Христа, и тогда я могу делать шаг вперед. Иногда нам трудно было однажды самим перед собой признаться, что это не так было. Потому что признаешься сам перед собой, однажды придется признаваться перед кем-то еще. А так лучше же не признаваться. И, к сожалению, очень часто люди любят, когда их обманывают. Когда им говорят правду, не любят. Когда обманывают, любят. Это странно, но это так бывает в жизни. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня проверили образ нашего мышления. Сравнили с тем, что было, поменялся, не поменялся. Я читаю один из текстов Писания. Чтобы конкретизировать, вот то, что я говорил, это было общее. Но под общим есть что-то конкретное. Грех – это умовшее понятие. А под этим есть не что-то конкретное. И вот я читаю книга Бытие, 31-я глава, 1-й счастье мостики. И услышал Яков слова сынов Лавановых, которые говорили, Яков завладел всем, что было отца нашего. И из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Яков лицо Лавана. И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Якову, возвратив землю отцу твоих и на родину, и я буду с тобою. И познал Яков, и призвал Рахим Илью в поле к стаду мелкого скота своем, и сказал, Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца мой был со мной. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обман был меня и десять раз переменил награду мою. Но Бог не попустил сделать мне зло. Образ мышления Лавана. Десять раз переменял награду. Эту тучу в черни двадцати лет приблизительно. И в свое время Лаван сказал, вы помните, сказал так, Я вижу, что с твоим приходом Господь меня благословил. Помните это местописание? Потому что у меня было так, а теперь стало так. Но приучем этом, что он видел, что Бог Якова благословляет, он сумел десять раз переменять его награду. И даже жениться не дал так, как положено. Взял под суммой другую дочку, которую он не хотел вообще отобрать. Образ мышления, образ жизни. Поэтому когда у меня происходит одно и то же, не один раз, я уже не говорю, как о чем-то случаем, говорю, Господи, какой меня неугодный тебе образ жизни, уклад моего мышления и поведения, измени мой образ жизни. Одно дело, когда ты что-то сделала, говорят, нечаянно, а другое дело, когда раз за разом, одно и то же, и не можешь вырваться с этого круга. А это уже образ мышления, это уже образ жизни, это уже не просто что-то такое второстепенное, это очень вопрос трудный, образ жизни не поменялся. Я очень хотел бы, чтобы Господь поменял образ нашей жизни. Вот у Лавана никак ничего не поменялось. Десять раз, я был так, говорит, переменял награду, хотя видел что-то, но не мог переменять образ своего мышления. Читаю второе место. Книга Бытия, 50-я глава, 15-21 стихи. И увидели братья Иосифу, что умер отец их, и сказали, а что, если Иосиф возненавидит нас, и захоже отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И поставили сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завершал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грехи, так как они сделали тебе зло. И не прости вины Бога отца твоего. И Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его, и пали перед лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделало то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. И так не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоить, и говорил по сердцу. Вы знаете, что в братьях не поменялось? Как они лгали в начале, так же разлож и в конце пытаются делать. И видели, и понимали, и помнят тот день, когда они встретились, когда Иосиф открылся, что я ваш брат, который в Египте продали, ну не бойтесь, я вам лучшую землю дам, я вас буду питать, я вас буду, и так было. Но они с одной стороны покаялись, но куда делать, куда деться? Когда лицом к лесу оказались брату, хочешь, не хочешь, будешь каяться. Если нет глубины души, то хотя от страха, потому что чужая земля, в общем у ладыков Египте, что сделают? Ну надо каяться. А потом пришло время, это раздлительное время, опять страх пришел, и опять ложь призывает на помощь. Отец завершал, а он-то не завершовал им этого. Он же им не говорил. Это они страхом придумали, но как еще, конечно из отца надо поливать, надо пойти, сказать, отец завершал, сказал, ну прости. И он опять плакал, говорит, я же вас простил давно, но что вы хотите еще от меня? Я же если бы я хотел вам отомстить, то в то время, когда вы стояли без куска хлеба, что мне стоило это сделать? Одно распоряжение и вас нету. Он говорит, ну я же боюсь Бога. Я говорю на эту тему недавно, несколько раз говорю на тему, что значит бояться Бога. Самый такой вот ответ точный, говорит, страх Господень ненавидит зло. Вот мы когда говорим бояться Бога, то мы понимаем бояться чтобы сокрушить, бояться чтобы в ад не попасть. Это тоже страх обоснованный, но это не тот страх, который Бог хочет, чтобы был у нас. Он понимает страх Божий, это ненавидит зло. Это не бояться, что погибнут, это немножко другая линия. И не бояться, что Бог накажет, это не совсем то. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня ненавидели зло, и имели страх Господи, ненавидели ложь. И никогда, чтобы ложь не была образом нашей жизни, образом нашего мышления, чтобы избегать какого-то доказания, чтобы в действительности что-то приобрести, чтобы что-то обойти. Это не тот образ мышления. Это не то, что надо. И смотрите, насколько непросто все было отказаться. Прожили долгое время, размножили. Видели, что и вообще в них любят. И все равно не могли отказаться от этого образа мышления. Через ложь что-то приобретали. Прошли и говорят отец пузя. Отец не говорил этого. Это образ мышления. Это образ поведения. Это путь достиг своей цели какой-то. То еще в мире говорят так, что для достижения цели счастливства хороши. То христианство это не подходит. Для христиан это неприемлемо. Если даже какие-то цели хорошие, праведные, то они достигаются чем путем, который Бог советовал через слово свое. Но не лишь бы как. Как вздумалось, как спонировал, так и сделал. Пусть Господь сегодня благословит нас, а мы сегодня проверяем, какой у нас образ мышления, какой образ жизни. Вы знаете, это серьезно очень. Если Господь сегодня в слове започерпил именно вот этот тэббит, образ жизни, то даже для нас это сегодня очень важно, какой образ жизни у нас сегодня, несмотря на то, что мы давно верующие, что мы много знаем, это все хорошо, а вот какой образ жизни. Если не соответствует стандартам Божьим, нужно что-то менять. Текст и еще один текст Писания, это тоже образ жизни. Второе Писание Фессалоникийца, третья глава из десятого стиха читаю. Ибо когда мы были у вас, то завещавали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. таковы увещеваем и убеждаем Господу наш Иисусом Христом, чтобы они работали без молнии и ели свой хлеб. Вы же братья не умывайте делая добро. Наверное, это был не единичный случай у таких людей, когда ничего не делал посуетаться. Создают видимость работы. И Господь говорит, такой образ жизни мне неприятен. Я не люблю этого. ты делаешь и видишь, что работаешь и в самом деле не работаешь. Я когда вспомнил одно откровение, правда, я не знаю, почему это брату последовало, но я в его жизни не заметил. Может быть, если бухнет, то не вижу, потому что он работает. Но было интересно, говорит, все работают, копаются, а он, говорит, взял вот стиральная доска, раньше стирали, такая желобчатая, взял ее и палкой шумит, говорит, я же тоже работаю. Я же тоже работаю. Шума много, а работы нет. я понимаю, что мы должны дать эту оценку нашему труду, потому что я не дам оценку вашему труду, потому что я не знаю подноготной, я не знаю внутренности. И когда я это говорю, это я говорю, лично каждый себя. Потому что, ну как вы сегодня можете сказать, почему я приехал к вам? Я могу говорить так и так, а я знаю чего? И сегодня есть такое выражение, говорит, неважно сколько ты работаешь, важно как отчитаешься. И я замечаю иногда вот не то, что в отчете, но замечаю такую истину. Вот я хороший брат, может быть я его не понимаю, но такое бы наверное служение. Но еще он вам расскажет, какое было служение, то вы знаете, что подобного нигде никогда не бывало. Вот он умеет так подать все, но хорошо, это лучше, чем потом так все, что было. Это две разные вещи, но я хочу знать на самом деле как было. Он так расскажет, ну просто, ну тоже, там где-то что-то было, молились, но когда я расскажу, ну так, но когда одна сестра наша расскажет, ну то там вообще неизвестно что было. Вот надо уметь рассказать. И после Павел говорит, они ничего не делают, а суетятся. Знаешь, как такое суетиться? Мечутся с одной стороны в другую, щи видят его, что он что-то делает. И там он есть, и там есть, и там есть, оказывается, это суета все больше на все. Но нет результата. Они ничего не делают, а суетятся. И дальше Павел говорит, интересную мысль дает. Опять, это же образ жизни, образ мышления, чтобы они, говорят, работая без молнии ели свой хлеб. Есть люди, которые не могут не похвалить себя, не могут не рассказать, как все хорошо. С одной стороны это свидетельство. Я вообще не хочу сказать, что не надо рассказывать. Но когда Павел говорил об этом, чтобы они работали в без молнии, то он имел внешне такое, о чем не надо говорить. О чем не следует вообще говорить рассказывать. Я не знаю, если у вас этого нет, но на сегодняшний почему-то мне положилась вот эта тема сказать, что наблюдается. Если сегодня нет, то вы знаете, дьявол ходит как рик и завтра может пронести что-то. И завтра может пронести что-то. То может быть это и покаяться нам. Может это профилактика на будущее время. Но если написано об этом образе жизни, то я сегодня должен дать себе ответ. А твой брат Николай, какой образ жизни? Вот проверю хорошо и честно скажи. Следую что обращаю внимание. Вы что способны слушать? Не затопил вас так, что больно стало? Но я понимаю это хорошо. Когда проповедник никого не затравит, то кому он нужен? Кому нужен такой проповедник, который никогда ничего не затрол? Он ни то, ни другое, ни третье. Мы то и проповедуем, чтобы найти в себе то, что нам мешает. Ведь часто люди хотели бы избавиться, но не знают от чего. Я помню от сестру, она не свободная была. Я где-то был в церкви, это где-то было в Лунецком, то, что не помню, где-то было. И она когда пришла исповедоваться, ее неинтересно было поведение. Она в чем все рассказала, она потом пошла в брат Николаев, ну еще что-нибудь спроси. Ну может быть я что-то не будет. Я уже не знаю, кто спрашивает. Ну подумай, ну спроси, что кто-нибудь, а может быть действительно я что-то не знаю. Я не думаю, что такому человеку Бог когда-то не выйдет на помощь. Она вообще не то, что скрывает. Она подумает, все благословит. Ну я не знаю что, я не знаю что. Я понимаю, что что-то есть. А что? Ну спроси, может тогда наткнешься на это место. Я скажу, я все скажу. Все в нем очень важно иметь вот такой образ мышления. А вы знаете, что иногда и не просто сказать все то, что было. Это надо набраться мужества и самоотверженности чтобы сказать. А у цель лишь бы только свободной быть. Это нормально, это правильно. Читаю Евангелие от Матфея. 24 глава 37 и 39 стихи. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом и ели, пились, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноя в Ковчег и не думали, покуда не прошел потоп. Это тоже образ жизни. Это тоже образ жизни. Плоско еще стоит на первом плане и совсем не думает о вечности. Да Боже не сказал нам, чтобы мы не ели, не женились, не замуж, не выходили. Надо чтобы подчинено цели, чтобы войти во спасение. А спасение само собой, а моя жизнь течет само собой. Для помертия материальной части и я все положу в отношении вечности. А как уже получится? А надо было, чтобы было наоборот. Все положу, чтобы достигнуть вечности, а уже материальное как получится? А вы знаете, когда у нас правильно цели расставлены, то Бог даст нам все необходимое для жизни. Ну да, даст все. Может быть у нас не будет на сто лет перо что-то, а чтобы нормально жить сегодня, да, да, испытает. Павел говорит, ну Павел был не равня вам, но он пишет, я умею жить в скудости, в изобилии, потому что я всему научился. А о чем это? О том, что у него все было, и Бог допускал. Чтобы Павел научился жить в любой атмосфере, не терял мира, благословения и так далее. У него не было на первом плане ели, пили, женили, ходили замуж. Он говорил об этом, он напоминал об этом всем, но то не было образом его жизни, а то не было цель для него. Пусть Господь благословит нас, и Иван для плуги, написано в 16 главе 19-21 стихе, некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день першествовал блесток. вот была его цель жизни. А то, что там лазер лежал, для того, чтобы по смертствии Бог показал, вот я тебе все дал. Ты хотел-то, и ты имел. Но в то же самое время у ворот лежал лазер в ступе, и ты на него совершенно не обращал внимания. И Бог не судил его за богатство, нет? И даже за то, что он пересосвал блеста, тоже не судил. А говорит, помните, разговор там в аду и в рай, на лоне в раму, а вот за что, что ты вот, что не видел? Протом, не просто не видел, он лежал к тебе у ворот, притом, без ничего. Но хорошо, сегодня у меня все есть, можно подумать, зачем им вообще больше надо. У нас такое мышление интересное. Мы помогаем тем, кто нуждается, до тех пор, походу, не увидим, что им стало нормально. Если стало нормально, все, хватит. У него уже все нормально. Значит, надо, чтобы было ненормально, вот тогда будем помогать. А это нормально, даже не надо. Надо, чтобы ненормально было. Вы не понимаете, вот такое интересное мышление. Помогает, делает, как только стало хорошо, все, хватит. Ну, как вот это, ему хорошо стало, да, это может быть. Все, стоп. Ну, так ты что-то делала, чтобы было хорошо. Зачем ты теперь по-другому смотришь? Вот мы иногда не понимаем некоторые вещи, которые встречаются в нашей жизни. Ну, этот образ мышления неправильный. Исаия, пятая глава. Я просто уже об образе жизни говорю. Пятая глава, седьмой, тринадцатой стихи. Виноградник Господа Саваопа и есть дом Израиля, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия. Ну, вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. Вот что дальше говорит. Горе вам, прибавляюще дом к дому, присоединяюще поле к полю. Так же другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. А Бог не суждал за то, что прибавляют дом к дому, а за то, что другим не остается места. Как будто вы одни поселены на земле. Вы знаете, мы иногда в нашей жизни живем так, как будто мы одни поселены на земле, где больше никого нет. Мы что-то делаем, не обращая внимания на других. Мы что-то говорим, не обращая внимания, как люди среагируют. Мы что-то предпринимаем, совершенно не думая о том, что мы же не одни. Это уклад жизни. И когда-то один человек, правда, он был неверующий человек, но это его жизненное кредо. Это его уклад, это образ мышления, образ поведения. Когда он сказал так, когда открылась свобода, когда стало возможно предпринимательством заниматься, ну и были некоторые трудности. то он сказал так, я говорю, все равно разбогатею, если даже придется разбогатеть на чужой крови. Я ни на что не посмотрю. и он живет так, как будто он один поселен на земле. Как будто все то, что вокруг, это его. Как будто все должны жить для того, чтобы ему было хорошо. Как будто никому не больно, кроме его. Пусть нам Господь поможет жить так и понимать вещи так, что мы не одни поселенные земли. Может быть, кому-то непонятно, чем идет речь, но я думаю, когда подмочил, поймете, что своим поведением мы не должны мешать другим. И здесь Писание так и говорит, почему этот упрок Господь поставил? Я опять повторяю, не за то, что присоединили дом к дому, но говорит, потому что другим стало честно. Пусть Господь благословит нас, чтобы наш уклад мышления, уклад нашей жизни никогда не подпал вот эти осуждения, которые здесь написаны. И дальше в той же самой главе написано, «Город тем, которые с раннего утра ищут щекеры, и до позднего вечера разгорчают себя вином, и цитры, и гусь, и чимпан, и свирель, и вино напишешь о смаке, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях в руки его не помышляют, зато народ упадет в плен непредвиденно, и вельможи будут голодать». Знаете, о чем здесь написано? Если взять для нас, верующих, наш образ мышления и жизни, мы хотим иметь радость от источника Духа Святого, а не лишь бы какую. Понимаете, что я говорю? Все, люди не обращают внимания, откуда радость, им надо радость. А откуда она? Каким путем? Откуда влилась? НОЛЬ ВНИМАНИЯ! И здесь Писание говорит, я думаю, здесь они же сами, что они пойдут в плен непредвиденно. Но самая опасность в том, что они были не одни поселены на земле. Люди тоже хотят радости. И когда они уверены, что они радуются, они станут делать то, что они делают. Полусатрать от вина, от торжества, от привыков, несмотря на то, как они получены, и все вместе пойдут в плен непредвиденно. Потому что мы не одни поселены на земле. Мы будем молиться, будем за все благодарить Господа. И когда мы стали на халли, скажем, Господи, провер образ моей жизни. Может быть, мы что-то обнаружили, может, мы об этом не думали, может, мы сегодня прослушали, но как-то и у себя не нашли ничего. Но если не нашли, и правда ничего нет, слава Богу. Но если нашли, надо меняться. Надо меняться. Не получилось так, как с этими сыновьями Якова. Получили спасение, прожили десятилетия, размножились, а лгать так и не разучились. Когда пришло время трудное, опять ложь пускают в оборот, как средство для достижения цели, покоя, мира, и так далее, и так далее, и так далее. Это мы склоним колени. За все будем благодарить Господа. Пусть приведет Господь порядок, образ нашего мышления и жизни, и пусть восстановления Господни станут достоинством нашего сердца, для успешного христианского пути, и для радости, не только здесь на земле, но в вечной жизни. Склоняем колени, молимся, за все благодарить Господа. Мы благодарим Тебя за то, что сегодняшний день Ты, Господи, помог нам представить истину Твоего святого слова, которое, Господи, не менялось и не менялось и которое позволяет нам Его глазами без пространства проспозрить собственную жизнь, чтобы, Господи, не остаться в стыде здесь на земле, совершая этот труд, потому что мы, Господи, знаем, что мы не только получили из Твои руки спасения и должны быть благодарны Тебе за это, но мы еще и от действий на застанье людей, которые живут во Близнецах и которые, Господи, поле в счастье наблюдают за нами живы, потому что, может быть, некоторые являются врагами нашими, хотя, Господи, мы для них не враги и наблюдают очень внимательно за нашей жизнью, за нашим образом мышления, за нашим поведением, Боже, иногда хочется помнить все нами, что мы не одни поселены на земле, что мы, Господи, не можем распространять на тех людей, которые, Господи, контактируют с нами, которые являются дороги нам, Господи, усмышлят друзей, может быть, они росли вместе с нами, может быть, Господи, их какие-то предприятия были совместными, Отец, отмоктай нам быть чебетом для ждецов своих, и иметь тот образ мышления, образ жизни, образ поведения, и если мы были реалностны, для служения греху в свое время, то пусть эта реалность сохранится в той же мере, и не что больше, Господь, для служения тебе, но пусть она будет наполнена иным содержанием, Господь, когда Павел наполнен Господи и жизнь, которую вел в том образе его действия, он оказался очень полезным человеком и для нас сегодня, Господь, прошли тысячелетия, а это слово, которое он написал, оно и сегодня является простым для нашего поведения, через что можем проконтролировать нашу жизнь по этому Божию, если по всем этим вопросам, которые сегодня были возлены, мы обнаружили свою несостоятельность, мы увидели, Господь, что были не те намерения, руководствовались не теми мотивами, он говорит, Господь, даже в служении нам хотелось блистать перед другими людьми, и чем-то отличаться, то прости нас, Господь, от пусть чего-то что-то в днях, у нас будет одно желание прославить Твое великое имя, прославить не лишь быкар, прославить не просто отбывая время, но Господь со всякой ответственностью, со всякой ревностью, со всяким ущердием, со всяким, Господи, самым предельным проложением сил, допустим, когда за нашим служением не стоит гордость, не стоит желание прославиться, не стоит желание возвеличиваться для того, чтобы нас люди уважали, Господь, и если только дать будет было в нашей жизни, прости нас, Господь, а мы и очистим, мы еще в одной крови, мы не хотим жить так, как живут люди, которые из-за собственной гордости часто жизнь отдают, часто лишаются жизни и здоровья, из-за гордости и денег, мы, Господи, хотим иметь средства, мы хотим жить свободно и спокойно, но пусть никогда это не станет основной целью, пусть никогда это не станет на первом плане, но на сегодняшний день, какие бы мы ни были, мы, Господи, хотим благодарить Тебя за то, что Ты прощерк нам Твое благословение, за то, что руки мои прощерк это чудесное миро, миро Своего Святого Духа, оно проливается на сердце наше, смягчая их, и удаляя, Господи, заживляя все раны, которые, может быть, были нанесены жизнью, Отец, и Ты, Господь, прости за то, что, Господи, где-то в прошлые времена мы не имели этого счета в мире и были тысячи завести от этих раскаленных стрел лукавого, потому, Господи, сегодня мы хотим твердыми ногами стоять на этого пути спасения, мы хотим свято жить Твое великое имя, и поэтому мы хотим, Господи, на первом плане всегда иметь благодарность Тебе за голубовскую жертву, Господи, потому, что я, Господи, понял, что для Тебя это великое унижение, когда я в первую очередь благодарю Тебе за прием, за здоровье, благодарю Тебе за все, но не ставлю на первое место Твою голубовскую жертву, Боже, поэтому прости нас даже за это, Господи, что мы, Господи, в первую очередь не благодарили Тебя за силу Твоей крови, за могущество Твоей благодати, за Твою верность и любовь, потому, сегодня пусть переведется наше мышление, чтобы мы всегда, всегда, будь это утром или вечером, будет ли, Господи, эта молитва в доме или дома, чтобы мы всегда, в первую очередь, благодарили Тебя и благодарили в первую очередь за Голубовскую жертву, за Твое пришествие на нашу землю, за то, что Ты стал для нас хлебом жизни, за то, что самого себя отдал на исчерзание и побои, и мы сегодня благодарим Тебя, Господь, и я по-особенному хочу славить Тебя, что Ты, Господи, в лице всего человечества не отказался от меня тогда, в пустыне, во время искусения, когда дьявол предлагал Тебе все царства мира и славы, Господь, благодарение Тебе, что Ты не принял этого условия, и даже, Господи, мы бы погибли, и я бы сегодня был вне спасения, благодарение Тебе, за то, что Ты не поддался в эту провокацию на Голубовском крыше, когда люди, унижая Тебя, встречали, если Ты в силу сойти с крыста, и мы уверуем Тебя, Господь, если бы Ты там сделал, вполне возможно, они бы не умировали, а с нами, Господи, была бы беда, мы бы не имели спасения, мы не могли бы иметь источника намытия нашего греха, но мы сегодня благодарим Тебя, за то, что Ты не сошелся в Христе, Господь, мы благодарны Тебе, за то, что щит на Твоей крови великое и могущество на сегодня, и Ты нас прости за все еще раз и еще раз, чтобы мы могли сделать неугодного боли моей, может быть, в образе нашего мышления, может быть, Господи, в образе нашей жизни, может быть, Господи, прежний образ жизни, он сохранился в нашем сердце, в нашем укладе, мы, Господи, прежним благодать, мы имеем хлеб и дохлеба, чего-то, Господи, мужья не пропивают день, они проносят женам, но на этом, Господи, все кончилось, никакого труда больше нету, для церкви они ничего не делают, отец, ты прости за это, это не тот образ мышления, который должен быть, это не тот уклад жизни, отец, поэтому мы, Господь, хотим еще благодарить Тебя за хлеб на службу, который мы имеем, мы благодарим Тебя за здоровье, которым пользуемся, добывая этот хлеб, мы благодарим Тебя, Господь, за наши семьи, которые мы имеем, за наших жен и мужей, за наших сыновей и дочерей, если кто-то сегодня имеет внуков, Господь, то благодарим за внуков, за наших дедушек и бабушек, мы благодарим Тебя за наши молитвенные дома, которые Ты нам позволил иметь в это последнее время, мы благодарим Тебя, Господь, за наших постерей, которые ведут Тебе Тебе, которые, Господи, отдают свою жизнь, отдают свою энергию и силы, для того, чтобы Тебе Тебе росло и умножалось, мы, Господи, слабим Тебя за то, что Сохранил нас в полных опасностях нашей жизни и вообще, Господь, мы слабим Тебя, как Давид сказал, за то, что мы дивно устроены, за то, что Ты дал нам такое прекрасное тело, голубонность, масоклетен, и особенно мы благодарны Тебе за то, что Ты знаешь наш состав, Ты знаешь, что нам мешает жить для Тебя, и, Господи, знаешь, какие болезни надо врачевать, Ты знаешь, от чего нас сохранять, слава Тебе, за то, что Ты устроивши нас, знаешь, все детали нашего организма, поэтому, Господь, мы еще раз благодарим Тебя за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за слугу жизни, за Твои откровения, которые получили по милости Твоей, и пусть, Господи, в дальнейшее время и сегодня на этом месте прославится и возьмется в Нем великое имя. Итак, Господи, благослови, дай нам быть благодарными Тебе за все, что мы получали из руки Твоей до сегодняшнего дня, и пусть Твоя милосердие обновится, пусть рука Твоя ведет нас в дальнейший жизненный путь, и пусть в жизни каждого из нас, в нашем поведении, в отношении Тебя, Господь, в наших отношениях с другими людьми, пусть будет виден Твоей смерть, пусть прославится имя Твоё, пусть возьмется Твоя благодать, и пусть, Господи, эта церковь наполнится новыми людьми, пусть прогреждение пройдет по этому желанию, пусть через Твою черта, защищает Твоим небесным семитом, и пусть в жизни каждого из нас, и, Господи, в этой церкви исполнится воля Твоя, благая, угодная и совершенная, пусть Тебе за все будет вечно слава, отцу и сыну, и Духу Святому, Аминь. Аминь.